Ну что же, друзья мои, всем доброго времени суток, садитесь поудобнее, а сегодня мы вместе с вами залетаем в новую Вром.Тотвор 2 для того, чтобы узреть новую модификацию под названием New World. Это своеобразная альтернативная, так скажем, история, добавляющая в игру новый геймплей за новые фракции и, в общем-то говоря, разбавляющую предвечную для нас ванильную кампанию. Итак, спасибо всем тем, кто поддерживает стримы лайком, своей активностью, видосы лайкусом, комментариями, это очень важно. Давайте выбьем видос в топы, поэтому рекомендации зависят полностью от вас. Смотрите видосы первыми, вот первые, реально первые, кто заходит на видосы, реально красавчики. Спасибо вам всем большое за поддержку, а также спасибо огромнейшее тем, просто огромнейшее спасибо, низкий перед вами поклон, за поддержку на стримах монеткой. Спасибо большое, потому что это очень важно в последнее время, потому что благодаря вам канал живет. Итак, модификация New World. Погнали. Сегодня мы поиграем за одну из фракций, посмотрим ее и, в целом, увидим, заходит ли вам данная модификация. Если да, то будем катать уже на стримах в виде прохождения. Сегодня мы быстренько отчекнем, что из себя представляет данный мод и поиграем за одну из фракций. Я так понимаю, поиграем мы за... А узнаете прямо сейчас. Итак, новые фракции, что у нас появляется? Это Русская Лига. Ну, как бы не новая, но переработанная. Там очень много юнитов новых завезли, довольно интересных. Поэтому, если вам вдруг стало интересно, то вы сможете поиграть за тех бойцов, что присутствовали в расцвете республик. Вот как-то так. Даже расцветка осталась та же самая. Ну, по факту, это рачина, но как бы под занавесом от Русской Лиги. Гейльские племена, так же все, британские племена. Появились Калидонцы, своеобразные шотландцы с новыми юнитами и Эваланы. Очень много бойцов у этих ребят, так что, если вдруг вам захочется поиграть за вот этих вот товарищей, вы можете запросто запустить кампанию и поиграть. Новых юнитов здесь порядочно много. К сожалению, перевода на них нет, но это не столь важно. Я думаю, ваша фантазия, как и моя, способна генерировать интересные названия для юнитов. Я более чем уверен, что вы справитесь с этой задачей. Ну и погнали дальше. Так, летим вперед. Родос, Спарта, Афины, Фир, Кипр, Кнус и Сиракуза. Привычная нам фракция из Норда. Тут тоже присутствуют юниты интересные. Кстати, да, это мод, переводы, поэзии и щемпу. Также, Силы, там всякие государства, пустыни, это понятно. И вот новые три фракции. Раз, два, три. Короче, это своеобразные амазонки. Я заверяю вам, сразу и говорю, что это реально армия из женщин. Здесь реально женщины. Женщины, девушки. Приятные девчины. В общем, если вам интересно играть за амазонок, то думаю, эти три фракции вам понравятся. Очень много юнитов интересных. С невероятными статами и очень красивой экипировкой для девушек. Реально очень круто выглядит. Может быть, поиграем даже за них. Так, ну, хотя, если честно, мне особо не хочется играть за амазонок. Не знаю, может быть, кому-то ждет. Самое главное, что мне понравилось, тут есть Персия. Реальная Персия с очень крутыми юнитами. Прям пипец эпичными. Очень много текстур. Взято было из Атилы. И это, конечно же, здорово. Мидия. То есть Персия. Персия. И вот, как видим, множество интересных бойцов. Прям реально довольно-таки великая. И длинная линейка юнитов. Это очень круто. Как и стрелков, так и пихотескопьями. Кавалерия ударная. Куньца ближнего боя. Стрелки-всадники. Слоны. Колесницы. В общем, все по красоте имеется. Ну и сразу к той фракции, за которой мы начнем эту кампанию. Просто посмотрим, как минимум, если вам понравится. Может, я даже продолжу. Поэтому пишите в комментариях, продолжать или нет. Это очень важно. Это очень важно. Итак, друзья мои. Где она, черт побери? А, она в Черноморке, по-моему, да? Да. Фракция под названием, как говорит разработчик стима, мастификация в мастерской стима. Атланты. Что обливал. Запускаем. Смотрим. Ценим, так скажем. А там уже как будет. Все зависит, опять же, от вас. Так, бонус на юнитов в ближнем бою, так понимаю. Не написано, к сожалению. Искусство мореплавания. Прирост опыту всех афинских морских отрядов плюс 3. Ну и, так скажем, бафы колонии, культуры колоний. Властитель чужих земель. Штрафка общится порядка минус 50% за жюй культуры. Альинские в сердца. Выводок плюс 15 на своей лице в земле. Ну, в общем, да, как-то так. Ну, давайте запустим кампанию. Посмотрим. Итак, мы запустились на карту кампании. И, как видите, друзья мои, старт нашей кампании находится как раз-таки территория, где мы находимся. Это Тингиз, а также Мигдол. Здесь у нас раньше были Гетулы. Здесь у нас раньше был новый Карфаген. И, как видим, имеется небольшой стак. Довольно интересные бойцами. Каплиты. 160 юнитов в отряде. 140. Содержание. Очень неплохие статы. Есть фалангочка. Обязательно посмотрим на этих бойцов. Есть, короче, отряды бомжей с вилами. Ну, типа гладиаторы. Что-то такое. Без понятия. Так. Еще отряды, короче, застрельщиков. Какие-то тоже интересные. Бросают эти. Не дротики, а вилы. Это реально атланты, короче. Да. И они, как бы, кидаются этими вилами. Что-то такое вообще. Как правильно? Трезубцы. Во. Они сражаются трезубцами. В наборе бомжи и ополченцы. Прачники и вот эти бойцы с трезубцами. Давайте наберем их побольше. Четыре отряда. Еще по казармам. Так. Поле для смотров. Тут эти бомжи с кавалерией клепаются. Тут у нас тяжелые гоплиты. Мечники в торах, сокопильщики, щитоносцы. И элитный отряд океи гоплитов полководца. Так. Лагипелеков. Тут какие-то, короче, бомжи. Мечники с щитами. Лучники. Пельтасты. Кавалерия конных застрельщиков. Гарнизон. В общем, ничего интересного. Кстати, еще вот в этой постройке можно набирать каких-то, короче, морских стрелков. Морских лучников. Морскую пехоту. В общем, интересный боец такой. Да. Тоже надо позаоценить. Давайте пока возьмем поле для смотров. Или уйти сразу вот сюда. Очень долго идти до данной постройки. Кстати, там технология нужна. О, круто. Кстати, технологии не нужны, чтобы вкачать полностью. Это довольно здорово. Дорого стоит хоть. На самом деле дешево. В принципе, можно довести это дело до финала и будет отлично. Так, тут еще есть очень крутой флот. Довольно интересный. Тоже, да, вот можно это дело реализовывать в своей компании. Так, отлично. Прекрасно. Тут порядок минус 2, пища минус 1. Слушай, у нас пищи не так много. Давайте-ка, пожалуй, пока отстроим. Блин, все-таки у нас трущобы будут. Поэтому давайте поле для осмотров. Так, технологии. Логистику возьму по стандарту. И давайте сейчас сходу будем набрать войска. И пойдем в Гадиру. Развернем битву. Объявим войну новому, чтобы его Карфагену. Кстати, новый Карфаген у нас является сатрапом Карфагена. Можно воевать с силами вполне. Но я думаю, что с новым Карфагеном повоевать было бы интересно. Кстати, они воюют с турдетанами. Можно через турдетанов объявить войну этим товарищам. Так. Ну что, бойцы готовы. Кстати, наемники тут тоже присутствуют, как у Карфагена. Довольно-таки интересный бонус. Отчет по хозяйственной части. Кстати, интерфейс тоже прикольный. Заметили, да, уже? У тебя позиции очень много на старте. Вот минус 20, минус 10, минус 10, минус 9. Что-то, конечно, жестко. Типа, столько позиции. На самом деле, да. Серьезно. Так. Мы тут отстроим сейчас эту вот фигню. Рыбный порт. В принципе, можно до Иула дойти. Но, думаю, было бы здорово новый Карфаген вообще выбить из Гадира. Берем турдетанчиков, короче. И давайте вступаем в войну против нового Карфагена. Ай, красавчики какие. Все, влетаем, ребят. Влетаем в бой, товарищи. О-о-о-о-о. Кстати, переработанные бойцы для Карфагена. Новых юнитов завезли, видите. Толпа. Толпа от полчения, видимо, да? Вот. Давайте возьмем наемников. До дно. А, я не могу клепать. Серьезно. Да возьмем вот этих всадников. Блин, неужели это реально бомжи какие-то? Да ну нафиг, серьезно. Не, я могу отступить спокойно. Пойти наемников взять еще, как бы и... Ля, деньги-то закончились. А, ну рыбный порт нафиг уберем сейчас. Еще возьмем наемников. Тут скутари есть. Знатные воины ревакские. Гоплиты свои, кстати, тоже присутствуют. Давайте сейчас возьмем побольше бойцов каких-нибудь среди пехоты. И, я думаю, влетим. Тогда почему бы нет? Кавалерию возьмем. Знатных, но медийских всадников. Влетаем в Гадиру. Погнали. Отлично. Теперь можно и битву развернуть, я считаю. Понеслась. Так, давайте бойцов расставим. Сейчас быстренько влетим. По красоте покараем нашего недруга. Укажем ему путь к царству Ида. И пусть он узрит силу, так скажем, наших воинств великих, могущественных. О чем мне кавалерия не прячется? Странно. Казалось бы, все должно быть окей. Но четко это не особо. Ну ладно. Полкандуй сюда. Все, ребят, погнали. Давай вперед, сказал. А ну раз-два, раз-два, погнали. Отлично. Не, прикинь, реально каву палят. Что за бред? Вроде бы в лесу стоят. Странно. Ну ладно. Вейступаем с кавалерия. Давайте быстренько посмотрим на нее. Это у нас такие вот всаднички интересные. Довольно-таки пехота, скутариев, наемников. В общем, бойцы довольно-таки импичные. Тут, кстати, взяли шлема из Рима Аврелиона. Кто помнит такое ДЛЦ. В общем, забавно выглядят на самом деле. Такие вот интересные фэнтезийные бойцы, отчасти. Ну, в целом, как бы пойдет, да. Вот такие моменты тоже нужно учитывать. Пацаны с трезубцами тоже, с вилами, как бы с граблями. И, как бы, вот эти вот все моменты чисто после сенокосок, сеновала, как бы, да, готовили сено для копны. Там собирали для, в общем-то говоря, парнокопытных созданий для животных. С тех, кавалерий, отряд я все-таки отправлю сюда. Сейчас тут у нас высаживаться будет, надо бы разобрать. А по поводу пехоты неприятеля. Давайте сейчас мы быстренько дротиками постреляем туда-сюда, как бы, накидаем дротики, как бы, в лица вот этим гаплитам. Накажем их. Можно отряд все бомжей взять чисто, да, чтобы они, как бы, на себя саграли пиктуру неприятеля. Таким образом мы сможем врагу накидать в спину. Это будет очень даже эффективно. Я считаю, кстати, вот, гаплитов не показал. Да, по-моему, давайте посмотрим. Тоже интересные такие бойцы. Вот эта шлема у них не очень нравится. Тоже вот прям огонь, я считаю. Я считаю, что это очень даже интересный юнит. И убирать их стоит. Опа, влетаем. Понеслась. Да будет двой. В дротик, конечно, ополченцы кинули. И, ну, Карфагена прикольный отолпат. Стерельные щиты, как бы, да, вот копья. Интересно достаточно. Правда, наши бойцы не имеют, заметьте... брони. И что-то боевой дух вообще ни о чем какой-то. Кстати, высаживаются вражеские стрелки. Отлично. Тем временем давайте выйдем пехоты сюда. Тут пойдем. Враж, как бы, да, влетаем. Я думаю, по идее, дротики из трезубцев должны вообще прям хорошо втыкаться. Не знаю, насколько это эффективно. Ну, как-то жестко на самом деле. У них, считай, брони нету вообще, да? И застрельщики прям реально уносят серьезный урон. Безумный натиск для скутарьев. Здесь влетаем. Сейчас кто-то обойдем, тоже влетим. Так, работаем по гоплитам. Понеслась. Враж боевой. Отлично. Так, дротики вроде летят, все гуд. Ух, тут побежали, представляешь? Просто все взяли и побежали. Вот это да. Вот это да. У меня просто пехота побежала нахрен, я понял тебя. Опасные все-таки бойцы с трезубцами бомжи, да? По всей видимости, вообще никакие. Лучше их не набирать. Реально, овощи какие-то. Грустный отряд, если честно. Так, тут влетим пока что тоже, да? Вот заберем застрельщиков. Понеслась. Безумный натиск. И влетаем в грязных застрельщиков Карфагена. Ай, хороший натиск. Ух, там просто улетели бойцы, посмотрите. Понимаю, просто уложили их. Так, Валерия. Отступи, дождемся, когда гемелки высадятся. Влетим, думаю, нормально будет. Не, бойцы с трезубцами, это вообще, как бы, спеши пропало. Ужасный боец, точно не стоит его набирать. Сейчас мы все в ливийских копиметателей влетим. Как бы в тыл зайдем, да? Вот, покромсаем. Сейчас тут можно пехоту вывести, полковцы потянуть сюда тоже. Залетим, так скажем, по красоте. Отлично, Кава пошла. Кава классно влетает, мне нравится. Не знаю, особенность ли этого мода. Но в целом, очень даже, да, вот эти застрельщики очень классно накидывают свои вот эти вот трезубцы, очень даже, на самом деле, считаю. Так, влетаем вновь, там, в стрелков. Здесь отходим. Сейчас в спину зайдем. Мы их покараем, как говорится, да? Все, влетаем в спину. Натиск в тыл, как говорится. Отлично. Хороший натиск, хороший натиск. Опять с плюсом. Так. В медице. Влетаем. Еще синий, там, атаки, да, у фракции достаточно интересный вылет. Мы где-то играли, ну, за подобную фракцию, это был эмпарион. У нас, получается, в Тараконской Испании находились. Тоже достаточно интересная фракция. Так, влетаем. Кстати, тут отсутствует атака в строю, заметьте, и у всех есть разомкнуть в строй. Такая вот небольшая особенность этой модификации. Вот, да, такие вот дела. А я смотрю, боевый дух у неприятеля уже просел. Окей. Ну что, в целом продавливаем без проблем, спокойненько забираем. Тут сейчас обойдем, в тыл как бы зайдем, покараем немножко. И считаю, все очень даже неплохо. Могло быть и хуже. Но я доволен. Все, боевый дух упал. Остался только вражеский полководец, который находится явно в центре. А, все. Победа. Победа и кончился наш бой. Прекрасно. Предлагают отпраздновать с Кубком Вина. О, как раз таки вот здесь мы и отстроим казармы. Блин, денег нет. Ну, тут как бы неудивительно. Надо сносить наемничков. Толку от них было мало. Хоть капитов ополченцев набираю. Нереально лучше будет в этом плане. Так, по договорам. Турдотана праведствовала с договора о нападении. Отлично. Торговлю. Не хотят. Жаль, были бы мы друзьями. Блин, прикольно. Тут все новая культура появилась. Неизвестная нам какая-то. Антлантская культура. Вот. Сколько роста дает? Что-то не очень понятно, на самом деле. Не написано. То есть, пустая графа тут имеется. Типа, культурное влияние плюс 10, допустим. 8, 4. Нету этой темы. Странно. Так. Сыны Зевса. Сыны Зевса. Стратега возьмем. Ну да, так интересно. Давайте, наверное, обзор всех фракций сделаем. Сейчас посмотрим еще Персию, там, то далее. Посмотрим. Поизучаем. Так. Давайте быстренько чекнем, так скажем, фракции. Допустим, Ирландию. Странники. Дальность перечень по всей карте компаний. Флотов плюс 20%. Переселенцы. Стоимость перестройки зданий. 50% все регионы. Неплохо. А вот наше поселение Эвелана. Итак, взглянем, друзья мои. Это, в общем-то говоря, типа Ирландцы. Эвданы. Ну, вы поняли. Так. Подряды копейщиков. Кстати, их можно переобучить. Что довольно прикольно. Переобучение у нас где вообще идет? Странно. Есть возможность переобучить. Но в этой провинции дандряды больше ничему не научатся. В смысле? Казармы переобучают, что ли? Как понять? Переобучение. В технологиях, может быть, не все посмотрел? Да, тут нету. Тут. Слушайте, я не вижу переобучения. Странно. А где переобучение? Ну, этих юнитов, короче, можно вкачать. Переобучить. Интересно. Как это так работает? Странно. Работает. Но интересно. Так, ну ладно. Царь. Особенности можно также посмотреть, да? Так, что по юнитам? Так, тут бомжи. Топорники, мечники. Появляются топорники, топорники. Эти копейщики. Какие-то тяжелые копейщики. Застрельщики. Колесницы появляются. Элитные мечники. Элитные топорники двуручные. В общем, какие-то берсеркеры, да? В общем, интересно. Так, тут у нас получается. Стоит и погоди, я тороплюсь. Так. Застрельщики. Борисочка. Скорпион. Ну, короче, вы поняли. Так. И тут у нас получается. Левады. Конные застрельщики. Всадники ветераны. И какие-то ветераны-всадники. Ну, скорее всего, знатные всадники, да? Так. Тут что-нибудь есть интересное? Тут у нас ничего нету. Ажель. Так. Понял. Принял. Так. Ну, слушайте, интересно. У ирландцев тут примерно то же самое получается, если не ошибаюсь, да? Вроде как, да. Понимаю, понимаю. Ладненько. Давайте взглянем на другие фракции. Так. Идем дальше. Взглянем теперь на товарищей амазонок. Предлагаю запустить, наверное, кампанию вот за этих вот ребят. Прямо женщина какая-то, да? Вот там змея из огня. Интересно. Стремление к независимости, защиту о ближнем бою. Плюс 20% на своей лесной земле. Плюс бонус на стрелков какой-то, на культуру и на опыт. Итак, поселение от Тур. У нас здесь квартал ремесленников. Ну, или как его там. Так. Стрелки. Лучницы. Тяжелые лучницы. Какие-то сирийские лучники-наемники. Только, видимо, в обличии женщины, я не знаю. Так. Ну и санкционарки. Так. Ну, сейчас снесу. Я хочу юнитов вам показать. На старте тут, в общем-то говоря, вот эти вот бестии. Только они без навыков кинуть, так скажем, страх. Кавалерия легкая. С безумным натиском. Полководец Тимофея. Тошка только. Кавалерия ближнего боя. Элитная. Ближний боя 51 довольно много. Лучники имеются на старте. Кстати, по замене посмотрим тоже, что. Это гоплиты есть. Гоплитчицы. Гоплитчицы серьезные такие великие. Лучницы конные. Конные знатные всадницы. Царские лучницы. Тоже, да. Вот можем увидеть. Так, мы сейчас снесем казарму. Посмотрим, что там вообще по найму в целом у государства сия. Так, погнали. Так, казармы. Копейщицы, топорницы. Тяжелые копейщицы, тяжелые мечники. Великие знатные женщины. Вот. Как-то так. Тут у нас гарнизоны, получается, идут. Кстати, я не показал вот в чем еще прикол. Здесь есть, короче, дом работорговцы. И тут можно набирать юнитов со всего мира. Ну, только бомжей, понятное дело. То есть, кельтские всадники. Нумидийские застрельщики. Ну, на лошадях. Конные лучники. Африканские копейщики. Потом, короче, карфагенские копейщики. Партизаны, воины. Италийские мечники. Восточные застрельщики. В общем, как-то так. Так, тут что-нибудь есть. Тут у нас ни черта нет. Ну, и кавалерия. Тоже быстренько взглянем. Тут у нас что-нибудь есть. Ничего нет, я понял. Так, ну и получается, что еще бы я хотел увидеть. Так, здесь я показал все уже, да. Получается, получается все. То есть, это весь набор. Нет, на самом деле, это не весь набор. Есть же еще, получается. Вот эта постройка с какими-то великими лучницами. Лучницы-героини, назовем их так. Герои-лучницы. Лучницы-героини. Великие лучницы. Это, короче, фракция амазонок. Своеобразная постройка тут у нас, видимо, появилась, видимо, больница, да. Это тяжело раненых бойцов, и не только. Тут еще всадники есть всякие. Я так понимаю, их набирать надо через маленькие поселения, где есть, так скажем, земледелие. Вот, то есть, там левады, конюшни и так далее. Царские конюшни. Там уже набор идет. Кстати, вот эти все ребята, они в союзе. Тур, получается, в союзе с Солохой. Амазонками Солохи. И тут еще у нас Амазонки Петердава есть. По сути говоря, идентичные фракции. Тут одни юниты и, по сути, одни подстройки и культура. Это, короче, фракция амазонок. Можете, по ряду за амазонок, поразваливать карту компании из-за них. Почему бы нет? Так, и самое интересное, что я бы хотел, наверное, увидеть и сам поиграть в итоге, мы сейчас посмотрим. Так, и самое интересное, это Перси. 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 Бонус в культуре. Дебаф к дипломатическим отношениям. И, видимо, опять бонус на армию. Крутая фракция, очень много новых юнитов, посмотрим. Так, давайте взглянем. Перси, Пальсузы, также Рага и Горы, наше поселение. Персида полностью под нашим контролем. Тут также Эдикты. Мы можем увидеть, тут, кстати, Эдикт на культурное влияние. Верность партии, но все остальное, как обычно. Ну и Великое Мидио население, кузнечное дело. И получается другого пост. Гарнизоны, кстати, здесь довольно большие. Я хочу заметить, что у нас отрядов 14-14. То есть, в принципе, да, тут гарнизон увеличен у всех в Х2. Очень интересный такой момент, тоже нужно учитывать. Так, в Перси-Поле давайте посмотрим на юнитов. Разводчик лошадей. Вот такая вот кавалерия. И появились знатные персидские всадники. Восточные катафракты. Великие персидские, так скажем, рассекатели. Пустынь, колесницы. Царские катафракты. Катафракты на верблюдах. Так, тут у нас имеются иконы-лучники доспех. И получается знатные иконы-лучники. Копейщики на верблюдах. Лучники на верблюдах. А также индийские боевые слоны. И, конечно же, индийские бронированные слоны. В общем, интересно. Так, идем дальше. Казарма. Персидские застрельщики. Персидские рабы с булавами. Назовем их так. Персидские легкие лучники. По-моему, это имба-юнит. Потому что он и стреляет из лука. Вот. Тут боезапас у них три всего лишь. Так что, так уж и много. Да, не классно. В общем, это копейщики с луками. Гоплиты персидские. И также горцы. Копейщики. То есть, уже, так скажем, бессмертные копейщики. Это бессмертные мечники у нас получается. И у нас тут получается дворцовая стража. Персидского царя. Элитные персидские лучники. И бессмертные лучники. Короче, как видим, пихтура здесь вообще прям найсовая. Тут также есть отдельная постройка для всяких баллистов. Тут есть баллистовская скорпионами. Тоже интересно. Ну и, в общем-то говоря, на этом все. Вот. Флоты сейчас показать не смогут. Там вроде как примерно так же, как и у прочих фракций. Ну, как-то так. Стена старт. Эти ребята, получается, воюют с Кидаром. С Селевкидами, как видим, они в союзе. То есть, идет, получается, восстание против маринеток селевкидских. Война с Сагартией. Дорогенальные порта. Потому что они отваливаются всегда. И будем воевать с ними. Против Бактрии, Парфи и так далее. Мидия. То есть, не Мидия, а Персия. Возвысится. И заберет всех и вся. То есть, если мы играли в Норд, да, или Диэ. Там у нас Персии были. Ну, реально, как это. Греческие ребята. Ассимилированные Перса, так скажем, восточные. То есть, очень много греческих мотивов было. А тут чисто Персия, как Персия. А тут мне нравится. Тут очень даже здорово. То есть, вот за этих Персов я бы реально поиграл. Очень даже хотел бы, наверное, в итоге что-нибудь кайфовое и интересное для вас записать. Ну что, ребята, на этом все. Надеюсь, вам ролик понравился. Ссылочку на мод оставлю в описании. Много интересных. Тут новых юнитов завезли для многих фракций. То есть, много всяких плюшек интересных. Перебаланс, так скажем, политики. Перебаланс, получается, некоторых экономических систем в ваших государствах. То есть, там, в плане дохода и так далее. Много новых юнитов завезли, тоже можете увидеть. Юнитов завезли, кстати, из Рассвета Республик. Что, на самом деле, здорово. Потому что в Рассвете Республик было много интересных юнитов, которых, как бы, не было, допустим, в большой карте компании. Было бы классно их увидеть. То есть, в принципе, да, как бы, компания очень даже за новые фракции будет интересна. Лично мне, по-любому. Вот прям, реально. Тут даже вот кельтские копейщики появились в Масиле, новые. То есть, компания реально будет интересна вот тем, кто... А, это Русская Лига. Тоже, да, тут, как видим. Давайте запустим. Давайте запустим. Ну, интересно же, интересно. Лично мне интересно. Запустим и, наверное, закончим. Записанные знания. Скорость исследования плюс 10%. В Русской теократии. Рост общенопредка за римскую культуру плюс 6. Неплохо. Так, Вальтера Римимном Алалия. В армии видим много всяких итальянских мечников от русских. Это русские копейщики. Это русские бомжи. Копейщики. Граждане всадники тут имеются. И копейщики... Ой, прачники, господи. Что в казармах? Копейщики, прачники... Что? Велиты? Так. Копейщики, топорники, граждане всадники. Это русские копейщики в тораксах. Так. Знатные, так скажем... Давайте так назовем их. Дворцовые стражи царя. Вот так будет звучать круто, да? Так. И получаются эти элитные мечники. Вот. Лучники. Ну и, в общем, гарнизон здесь бомжи. Интересный набор. В принципе, есть с чем играть. Стиот сады оливок завезли. Винограда получается. Тоже интересная постройка, кстати. И пища, и доход прям вообще от души. Ну, слушай, классная постройка. Она еще, получается, дает тебе ресурсы к торговле. Классно. Классно. Гарнизоны, да, как видим, они реально большие. Вот. Интересно. Сделали. Ну, слушай, да, интересно. Я поиграл. Из-за труска тоже здесь. Ну-ка, в морской гавани что-нибудь отстроили. Ничего нету. К сожалению. А может, к счастью. В атаку. Рим падет. Не бейте нас. Эх, отпинали нас. Выжди визию. А это думал, сейчас затащим. А, да, наемников посмотрим сейчас. Нет, не убивайте армию. Я только нанялся. Скотина. Я просто угораю сейчас рофлю, чтобы, ну, просто было приятно. Так. Стеатр полководца интересный. Там кавалерия знатная была. Русские. Гоплиты. Дворцовая стража царя. По наемникам тут, на самом деле, бомжи. Если честно. Но в целом интересно. В целом интересно. Но очень даже. Ну ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравился ролик. Обязательно лайк. Спасибо большое за поддержку. Спасибо всем тем, кто поддерживает стримы, лайками и монеткой, и видосики, и комментариями. Давайте выберем видосы о рекомендации и ваши комментарии издалог успеха. Вы лучшие. До скорого. Увидимся.